Казачество – это состояние души, так вам ответит любой настоящий казак. Именно в духе патриотизма и уважения к традициям воспитываются школьники в военно-патриотическом казачьем клубе Отечества. На днях в него вступили 10 ребят, которые прошли обряд посвящения и поклялись соблюдать кодекс казачьей чести. На посвящении присутствовали священнослужители, которые прочитали молитву и благословили молодых казаков в их добром начинании. С этого момента они будут воспитываться в духе служения своему народу и государству. Одной из основных миссий нашей организации, мы считаем, это патриотическое воспитание молодежи, чтобы росли патриотами своей родины. И как одна из форм этой работы нашей организации, потому что костяк нашей организации составляют офицеры, выходцы из России, потомственные казаки. И вот мы решили с детишками работать в этом же направлении, потому что видим, что детям это интересно. Военно-патриотический клуб существует с 2004 года. В нем состоят не только учащиеся лицея номер один, но и школьники со всего города – всего около 40 человек. Казача, так как ласково называют преподаватели воспитанников клуба, ведут очень активную жизнь. Помимо изучения истории казачества и его традиций, ребят обучают скачки на лошадях и приемам джигитовки. Своё мастерство они показали на торжественном посвящении гостям праздника. Как говорится, по одному казаку судят обо всем казачестве, поэтому ребята усердно занимаются, что помогает им развиваться не только физически, но и духовно. Тренировки проводим по рукопашному бою, то есть укрепляем здоровье, тело, дух. И проводим занятия по военной истории, по истории казачества. Они также занимаются на базе коробчиц, городинского майонка коробчиц, они занимаются казацкой джигитовкой, то есть учатся ездить верхом на лошадях. В этом году прыгали с парашютом. Исторически сложилось, что казачество имеет тесную связь с православной церковью, поэтому воспитанники клуба постоянно участвуют вместе с гродницами в крестных ходах. Молодых казаков можно увидеть и на различных городских мероприятиях, как, например, на фестивале славянских боевых искусств. В лицее номер один продолжает традиции казачества не только клуб отечества, но и образцовый ансамбль «Вербиночка», ребята в котором танцуют казачьи танцы. Многие школьники, проникшись духом казачества, уже после учебы решают связать с ним свою жизнь. Из таких детей вырастают благородные люди, потому что, как гласит Казачий кодекс, честь и доброе имя для казака дороже жизни. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова